Дмитрий Красный с гордостью смотрит на портрет своего отца, который теперь украшает вагон Самарского метро. Мужчина, которому присвоено звание Герой России во время исполнения боевых задач СВО, один из героев выставки проекта, организованного Российским военно-историческим обществом. Это мой самый лучший папа и мой авторитет, на который я должен равняться. Спасает нас, чтобы у нас было мирное небо над головой. Портреты героев теперь будут украшать вагоны Самарской подземки в рамках всероссийского проекта «Герои и подвиги». Каждое фото сопровождается биографией бойцов, где подробно описано, за какой подвиг им вручали Герой России или Герой Советского Союза. Потому как среди 38 человек есть и участники Великой Отечественной войны, и участники СВО. Мы понимаем, что для жителей города, региона будет возможность ознакомиться с этими судьбами, когда они едут куда-то, по дороге на работу. Но они будут читать важную, нужную информацию, которая в первую очередь поможет им задуматься о чем-то. Молодым ребятам поможет действительно понять, почему эти ребята совершили геройский подвиг. Сам проект реализуется с 2022 года. Портреты героев выставлялись на специальных стендах на площадях и в скверах в разных городах России, а также во время празднования памятных дат воинской славы страны. А в этом году разработали новый формат внутри общественного транспорта. Мы просто не могли себе позволить не участвовать в этой выставке. Поэтому, естественно, мы с превеликим удовольствием предоставили подвижной состав. В вагонах метро, во всех поездах метро размещены фотографии наших героев. И вот мы видим, насколько это важно, нужно и востребовано для наших людей. Люди должны видеть героев, помнить героев. В планах продолжить проект и уже в наземном транспорте города. Портреты будут размещены и в новых трамвайных вагонах. А затем отдельно выставка будет работать и во время парада памяти на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.